В 1970 году выходит пятый альбом группы под названием Ро Сиена. В моей коллекции этот альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. Альбом был записан и выпущен компанией Дека в Великобритании в моно и серии Варианте. А в США и Канаде альбом был выпущен компанией Parrot Records. Фанаты группы утверждают, что это лучший альбом Совой Браун из когда-либо ими созданных. И последний с потрясающим голосом Криса Юлдена. Хотя все четыре альбома с Крисом Юлденом звучат отлично, но возможно это лучшие из них. Говорят, что Юлден мог бы стать гораздо более крупной звездой, но его сбило с пути успешной карьеры злоупотребления психотропными веществами. На этом альбоме Крис был автором шести из девяти песен альбома. На этом альбоме группа в меру органично использует духовые инструменты, струнную секцию скрипок, не уводя от общего ощущения того, что это все-таки гитарный альбом. Россиена демонстрирует впечатляющую, искусную игру на гитаре, он полон замечательных гитарных соло и рифов. Здесь есть и немного джаза, и психоделии, и все это в правильном балансе. Альбомы, аранжировки Терри Нунана на басе и струнных помогают объединить то, что объединить сложно. Этот альбом один из лучших представителей, ставших классикой того, что выходило в конце 60-х, в начале 70-х годов в рок-музыке. Журнал Billboard в 1970 году в своей рецензии на этот альбом написал, что альбом Россиена является стандартом блюзрока. И особенно журнал отметил великолепный вокал Криса Юлдена, а также его способности как автора песен. К сожалению, после выхода этого альбома Крис Юлден покинул группу, что стало, собственно говоря, невосполнимой потерей для группы. В том же 1970 году группа выпускает свой очередной шестой альбом под названием Looking In. Этот альбом в моей коллекции представлен оригиналом, выпущенным в США. Этот альбом, опять же, выпускался на лейбле DECA в Европе и в США и Канаде. Альбом выходил на лейбле Parrot Records. На этом альбоме с вокалом вместо Юлдена неплохо старается справляться Дэйв Певеретт, также известный как Lansom Dave, Одинокий Дэйв. Он же выступил вместо Юлдена, как и соавтора песенного материала этого альбома, приняв участие в написании четырех треков этого альбома. Как всегда, очаровательные аранжировки и прекрасная работа на гитаре Симмонса делают этот альбом привлекательным. Игра Кима всегда является центральным элементом любого альбома Савой Браун. Этот альбом записан в лучших традициях звучания группы Савой Браун, хотя ему и не достает харизмы вокала Юлдена. Как говорят про этот альбом фанаты Савой Браун, он полон сказочного буги-блюза настолько, насколько это возможно. После выхода этого альбома группу покинули Стивенс, Эрл и Певеретт. Они вместе с гитаристом Родом Прайсом организовали группу Foghead. Пара альбомов группы Foghead также есть в моей коллекции. Ким Симмонс продолжил работу группы Савой Браун с Дэвом Уолкером на вокале, Полом Рэймондом на клавишных и гитаре, и Энди Сильвестром на бас-гитаре, и Дэвом Бидвеллом на ударных. Ну, собственно говоря, почти полный состав группы Chicken Shack. В 1971 году выходит очередной, седьмой студийный альбом группы под названием Street Corner Token. Этот альбом моей коллекции представлен переизданием 1972 года. Это переиздание было выпущено на лейбле Дэка. Альбом Street Corner Token, в переводе означает разговор на углу улицы, поднялся на 75-е место в черте Billboard в США. Альбом записывался с новым составом музыкантов. Дэйв Уолкер – вокал, Пол Рэймонд – клавишные, Энди Сильвестр – бас-гитара, Дэйв Бидвелл – ударные. И вот таким образом, избежав прекращения существования группы Совой Браун, Ким Симмонс смог выпустить очередной альбом группы. Альбом Street Corner Token заслужил благоприятные отзывы в прессе. Изменился стиль звучания группы. Теперь это был скорее блюз-рок с жестким, иногда даже тяжелым роковым звучанием. Иногда в звучание группы уже переходит в сферу прогрока. Вокал Уолкера также во многом определял новое звучание группы. Уолкер вспоминал, как в апреле 71-го года, когда он приехал в Лондон, его пригласил туда гитарист Тони Айоми из Black Sabbath. И вот тогда, когда он приехал в Лондон, он встретился с братьями Симмонс, чтобы пройти прослушивание для участия в группе Совой Браун. А вот через пару недель после этого в пабе Coach & Horses на Лондонской Полланд-Стрит он наткнулся на Криса Юлдена, который ранее был вокалистом в группе Совой Браун. «Крис дал мне лучший совет, который у меня был когда-либо», вспоминал Уолкер. Он сказал, что слышал, что я хотел бы присоединиться к группе Совой Браун. Он пожелал мне удачи, и он сказал мне, «Будь собой и наслаждайся этим». Именно это я и сделал. Несколько дней спустя Уолкер и его новые товарищи по группе уже направлялись в студию Olympic Studios в Барнсе, чтобы приступить к записи следующего альбома Совой Браун – «Стрит Корнер Токен». «Я помню, что мы сделали это за полтора дня», вспоминал Уолкер. «Сказочный альбом, разрушающий блюзовые ограничения, которые до сих пор сковывали группу». «Стрит Корнер Токен» является одним из знаковых альбомов 1971 года. Конечно, он ошеломил всех, кто сталкивался с этим альбомом, и вокал Уолкера был ключом к этому эффекту. Уолкер вспоминал, кто-то написал в одном из обзоров, что когда я присоединился к группе Совой Браун, они превратились из великой блюзовой группы в действительно отличную рок-группу. Один из лучших треков альбома – это «All I Can Do». Трек «Tell Mama» – вообще настоящий рок-классика. Отлично звучит и трек «I Can't Get Next To You» – «Я не могу быть рядом с тобой». А трек «Time Does Tell» содержит отличную инструментальную партию с еще одним хорошим гитарным соло и хорошей мелодией. Отличные здесь и кавер-версии. К примеру, кавер-версии песни Вилли Диксона. Местами звучание альбома напоминает звучание группы «Kridens Clearwater» – «Revival». Фанаты группы считают этот альбом недооцененным, который заслуживает того, чтобы его заново открыли. «Street Corner Token» – прекрасный пример британского блюзорока 70-х. Трилогия альбомов из 70-х годов с олукером в качестве ведущего вокалиста показала, что группа «Совой Браун» находится в отличном творческом состоянии, а альбом «Street Corner Token» – один из лучших в этой трилогии. Нужно признать, что, несмотря на смену состава группы, «Симонсу» удалось набрать просто замечательных музыкантов, которые смогли выпустить такой прекрасный альбом. В феврале 1972 года выходит очередной альбом группы «Совой Браун» под названием «Hellbound Train» – «Поезд в ад». В моей коллекции этот альбом представлен переизданием 70-х годов, выпущенным в Великобритании. Альбом привычно выходил на лейбле «Дека» в Великобритании и на лейбле «Parrot Records» в США и Канаде. Очередной альбом группы был записан уже с вокалистом Дэйвом Уолкером, гитаристом Полом Реймондом, который на этом альбоме также принял участие в написании двух треков. Басист Энди Сильвестр также был с автором двух песен альбома. Остальные песни написал, как обычно, «Симонс». За ударной установкой был Дэйв Бидуэлл, то есть тот же состав группы, с которым был записан предыдущий альбом группы «Street Corner Token». Альбом «Hellbound Train» стал самым коммерчески успешным альбомом группы за всю ее историю. Альбом поднялся на 34-ю строчку в американском чарте. Хотя многие фанаты группы С.В. Браун не назовут этот альбом самым лучшим у группы. «Коммерческий успешный» не всегда означает «самый лучший», но и «плохим» или «слабым» этот альбом назвать нельзя. У С.В. Браун вообще не было плохих альбомов. Интересно, что звукоинженером этого альбома был Рой Томас Бейкер, тогда еще не такой знаменитый, каким он был после работы с группой «Queen». Бейкер был в этом альбоме только исполнителем. Продюсировал альбом «Hellbound Train» в то время уже известный Нил Слэйвин. Нил Слэйвин был штатным продюсером фирмы «Дека» и ее филиала «Дерам» и специализировался на записи джаз-роковых и блюз-роковых команд, таких как С.В. Браун, Атомик Рустер и Чикен Шак и других. В первом треке «Дуин Файн» у меня все в порядке. Звучание С.В. Браун похоже на звучание группы «Криденс Клирова» от Рэйо, как звучание гитар, так и вокала Дэйва Уолкера. Журнал «Роллинг Стоун» в своей рецензии к этому альбому даже называл группу «английским криденсом» за вот этот трек. Следующий трек альбома «Lost and a Lonely Child» «Заблудившийся одинокий ребенок» звучит иначе. Это такой приятный блюз хорошей партии органа. Еще один хороший трек альбома – это трек «I Will Make Everything All Right». Последний трек на первой стороне «Troubled by These Days and Times» встревожен этими днями и временами – это довольно невыразительная попытка клавишника Пола Рэймонда сыграть «Hospels». Звучение чем-то напоминает группу «Blood Sweet and Tears». На второй стороне отличные треки «If I Could See An End» «Если бы я мог увидеть конец» и «It Will Make You Happy» «Это сделает тебя немного счастливее». Это хороший ритм блюзовой песни. Заклавный трек альбома «Hellbound Rain» был воспринят по-разному. Одни критики его нахваливали, другие утверждали, что его вообще нужно было исключить из альбома. Журнал «Oling Stone» то время написало, что «Hellbound Train» – приятный альбом, если выкинуть из него заглавную вещь. Текст этой песни идет вразрез с более-менее жизнерадостным настроением остальных треков. В песне поется «Мне предстоит дорога на поезде в ад. Задержите на мне взгляд, леди, потому что вы больше не увидите меня снова. Уделите мне последний взгляд, леди, да, тяжелый и долгий, потому что мне предстоит трудная дорога на поезде, направляющемся в ад». Комикс, занявший внутреннюю часть обложки, иллюстрирует эту песню. В ретроспективном обзоре альбома на сайте «Long Music» наоборот отметили, что трек «Hellbound Train» лучший. Что касается самого названия альбома, то оно появилось по мотивам рассказа в жанре фэнтези «Этот адский поезд». Автором этого рассказа был американский писатель Роберт Блох. Первоначально этот рассказ был опубликован в журнале фэнтези и научной фантастики в сентябре 1958 года. После выхода альбома «Hellbound Train» очередное турне «Совый браун по Америке» прошло на ура. Уолкер вспоминал фаната из Климлинда, штата Огайо, который появился на их концерте с татуировкой вокруг всего торса и вот этими иллюстрациями с обложки альбома «Hellbound Train» из «Внутреннего разворота». К нам приходили настоящие психи, говорил Уолкер. Однако они были верными психами. В том же 1972 году группа выпускает свой очередной девятый альбом под названием «Lions Share» «Львиная доля». Этот альбом в моей коллекции представлен оригиналом, выпущенным в Германии. Этот альбом стал концом периода, когда на вокале в группе был Дэйв Уолкер. Дэйв даже написал одну песню для этого альбома под названием «Denim Demon», который он исполнил в стиле «Чако Бэйри». Тем не менее, много лет спустя Дэйв Уолкер еще вернется в группу. Фанаты считают альбом «Lions Share» одним из самых недооцененных альбомов в каталоге «Совой Браун». Этот альбом сравним по стилю и уровню с двумя предыдущими альбомами группы. Некоторые даже считают, что альбом «Lions Share» произошел в предыдущие два альбома группы. В альбоме есть энергичные треки и блюзовые баллады. Как всегда, хороши гитарная работа Симмонса, работа на клавишах Пола Реймонда и эмоциональный вокал Дэйва Уолкера. Песняный материал для альбома «Lions Share» это смесь из прекрасно исполненных каверов и оригинальных композиций. К сожалению, перед туром поддержку этого альбома Уолкер покинул группы для работы с группой «Fleet with Mac» над их альбомом «Pingwin». Хотя год спустя он ушел и из группы «Fleet with Mac». Альбом «Lions Share» ознаменовал собой конец еще одной фазы творческого развития группы с участием вокалиста Дэйва Уолкера. Уолкер по поводу своего увольнения из группы вспоминал «Я просто не знаю, но когда Ким становился странным, он реально становился странным». Однако увольнение не было настоящей неожиданностью Дэйва Уолкера. Он рассказывал «Никто из нас никогда не чувствовался по-настоящему защищенном группе», потому что Ким имел репутацию изменчивой натуры. Он всегда относился к группе как к бэксайду. «Нам никогда не платили хорошо, но я думаю, что тогда он совершил большую ошибку. С собой Бран мог бы играть вместе и сегодня, если бы Ким еще в 1971 году осознал, какая у него классная группа». В свою очередь Ким Симмонс в своем интервью для Let It Rock объяснял это так. Происходит то, что люди присоединяются и хотят заниматься своими делами. Очевидно, что большинство людей соглашается с тем, что я хочу делать. Но у нас было много талантливых людей, которые хотели двигаться дальше, и поэтому мы расстались. Другие люди уходят, потому что создают проблемы, потому что они не тот тип. Кто-то мог присоединиться и сказать, «Да, мне нравится твоя музыка, приятель, но все это время он просто хотел ископить денег и уехать в Америку». И это нехорошо. В 1973 году выходит очередной альбом группы Саввей Браун под названием «Juck, That Old». Этот альбом представлен в моей коллекции оригиналом, выпущенным в Великобритании. Этот альбом группы выпустила уже с новым ведущим вокалистом Джеки Линтоном, который еще и написал четыре песни для этого альбома, и в написании еще одной принял участие. Хотя голос Линтона не может сравниться с теплотой, которую излучал голос Уолкера, но его голос также гармонично соединялся с игрой на гитаре Кима Симонса. В составе группы были и другие новички, которые приняли участие в записи этого альбома. Добавление Рона Берга на ударных и Стэна Зальцмана на саксофоне – это удачные и оправданные инструментальные дополнения, увеличившие энергетический уровень альбома. Jack the Old получился интересным альбомом. Альбом открывает трек Coming Down Your Way, написанный Джеки Линтоном. Вокальная партия второго трека Ride On Baby исполнена уже самим Кимом Симонсом. Следующая песня Hold Your Fire – это замечательный блюзовый трек. Для записи этого альбома Пол Реймон позаимствовал мелатрон у группы Moody Blues. Группа отлично исполнила на свой манер каверы на песню Endless Sleep Джонни Рейнольдса. Вокал Линтона в этой песне звучит весьма гармонично. Хороши другие треки этого альбома, включая заголовную песню Jack the Old. Некоторые фанаты шутят, что на самом деле это альбом Джеки Линтона при поддержке Совой Браун. За исключением одной песни Ride On Baby, которую написал и спел сам Симонс. Дизайн раскладывающейся обложки альбома от Дэвида Ансти. Здесь мы видим ковбоя на фоне какой-то механической лошади. Внутри обложки фото с концертов группы. После выхода альбома состоялся успешный концертный тур группы в США и Европе, где группа выступала с такими знаменитыми группами, как ZZ Top и Status Quo. Вскоре после этого Дэйв Бидуэл проиграл битву с бутылкой, и Симонс в очередной раз распустил группу. Для своей коллекции я также купил сборник под названием The Beginning Volume Free. Этот сборник был выпущен в оригинале в 1973 году. В моей коллекции этот сборник представлен при издании, выпущенном в Германии в 70-х годах. Это сборник ранних песен группы. Из девяти песен сборника четыре песни с их первого дебютного альбома и пять песен, которые вошли во второй альбом группы. В январе 1974 года британские музыкальные журналы писали о том, что к группе Совой Браун присоединился Стэн Уэбб после распада группы Chicken Shack. И в том же 1974 году выходит очередной альбом группы Совой Браун под названием Boogie Brothers. Этот альбом в моей коллекции представлен оригиналом, выпущенным в США. Альбом смог занять только 101-ю строчку в чарте альбома в Billboard. Музыкальный стиль нового альбома – это Hard Heavy Blues Rock, в простонаречии называемый просто Boogie Rock. В данном случае – British Boogie Rock в исполнении обновленного состава Совой Браун. Брат Сима Киммонса, Гарри, предложил создать суперпроект сразу с тремя лидерогитаристами, роли которых должны были выполнить главные герои британской блюзовой сцены 60-х годов. Ким Симмонс, Совой Браун, Миллер Андерсон и Стэн Уэбб. Суперпроект был осуществлен, но вышедший в том же году альбом Boogie Brothers показал несовместимость трех независимых личностей. Неизменно плодовитый Миллер Андерсон сочинил большинство треков для этого альбома. Хотя в неудаче этого проекта позже Ким Симмонс обвинил самого себя, что недостаточно поработал в творческом плане. Он написал всего две песни, две композиции для этого альбома. По его словам, это мешало развитию проекта, и проект распался. В общем, это хорошо написанный, безупречно сыгранный альбом из девяти песен. Хотя многие фанаты группы остались недовольны взаимодействием на этом альбоме творческих возможностей трех лидерогитаристов, упрекая музыкантов за то, что альбом получился слишком сглаженный, без мощного коллективного взрыва новых идей, собранных вместе талантов. Группа «Совой Браун» в первой половине 70-х выступала хедлайнером американских концертных туров с новыми молодыми командами на разогреве, такими как «Киз», «ACDC». Обе эти группы произошли впоследствии по популярности группу «Совой Браун». Как-то в Детройте, в США, даже две легенды блюза открывали концерт для группы «Совой Браун». Первым был Альберт Кинг и его группа, а вторым – Биби Кинг, который на тот момент только записал свой новый новаторский альбом под названием «The Thrill is Gone». Но и сама группа «Совой Браун», к примеру, работала на разогреве. Вот, к примеру, у Дженниса Джоплин. И когда Симмонса спросили «А что вы помните о Дженнисе Джоплин?», Ким ответил «Она научила меня пить текилу». Это был первый раз, когда наша группа столкнулась с этим напитком как таковым. Это не тот напиток, который мы пьем в Южном Лондоне. В 1975 году у группы вышел альбом «Wire Fire». Я не стал покупать его для своей коллекции, так как лично мне он показался довольно слабым в сравнении с предыдущими работами группы. Да, и какой-то новизны в нем тоже я для себя не нашел. Главной творческой силой при создании этого альбома были Ким Симмонс и Пол Рэймонд. Они написали почти весь песенный материал, и они же занимались ранжировкой, и оба исполняли вокальные партии на этом альбоме. Ким довольно неплохо спел свою песню «Born in the Pain», да и вообще гитарная работа Кима Симмонса по-прежнему была великолепной. Если можно сказать, что этот альбом слабее ранних других работ группы, то ради справедливости нужно отметить, что он куда лучше других британских блюзроковых групп того времени. Альбом поднялся на номер 153 в чарте альбомов Billboard. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова